Он выиграл тот вот большой банк у Кравченко. Стэк у него все равно недостаточно велик, чтобы как-то разыгрывать эту руку. И он идет ол-ин. Около 90 тысяч ставит. А в это время у Вадима Маркушевского туз-король, одномастный, как Анна Курникова, как иногда зовут такую карту. Ну, Анна Курникова ее прозвали, потому что она хорошо выглядит, но никогда не выигрывает. Вот и сейчас Маркушевский рискует практически всеми своими фишками в этой раздаче. И мы будем видеть классический покерный коинфлип. Шансы примерно 50 на 50. Пара десяток против туза и короля одномастные. Ну, что ж, кому повезет, тот станет претендентом на высокое место в этом турнире. Может быть, даже на победу. Ну, вот, а кому не повезет, тот турнир практически закончит. Флоп не помогает Маркушевскому. Терн также ничего не меняет. Но последней картой приходит король. И Саша Грещук проигрывает все свои фишки. Проверяет он, не пришел ли ему случайно флэш. Нет, этого не произошло. И вот так вот Саша покидает турнир. Достаточно, как обычно реагирует он, холодно. Александр, я вас поздравляю. В общем турнирном рейтинге вы заняли 17 место с выигрышем 387 тысяч рублей. Вы довольны результатом? Ну, как сказать, во-первых, именно вот покерный турнир, как и любой турнир по выбыванию, там в теннисе, например, в принципе, по-настоящему довольным остается только один человек. Скажите, ну а вообще вы довольны турниром, своей игрой в нем? Ну, в целом, доволен, да, можно сказать, выступлением. Все-таки в призы попасть всегда приятно. А с кем из соперников вам наиболее приятно было встретиться задним столом? Приятно, но даже трудно сказать, если честно. И тем более, мне кажется, это приятно, как-то неуважительно даже говорить о ком-то, что тебе было приятно с ним играть, значит, что тебе легко было с ним играть, значит, что ты считаешь, что он слабый. Саша очень позитивный человек, так что я думаю, ему со всеми было приятно играть, просто потому что он очень неплохо относится к людям. Но, к сожалению, турнир для него закончен, количество участников сокращается, все ближе и ближе финальный стол, но на финальном столе будет только 9 человек. Туз-король опять у Вадима Маркушевского. Ну, он хороший игрок, но с удачей, согласись, у него тоже все в порядке было вот на этой стадии турнира. Мы уже не первый раз видим у него сильные карты или туза, или пару. И он постоянно атакует, и соперникам наверняка трудно играть против такого агрессора, тем более, когда ему раз за разом приходит хорошая карта. Да, безусловно, одной из самых важных способностей турнирного покера – это то, чтобы выигрывать коинфлипы, иначе доходить до призов, доходить до победы очень трудно. Там какая-то беседа идет между Маркушевским и Сунцовым. Ну вот Булат Бекметов из Новокузнецка, тоже игрок очень агрессивный, и в какой-то момент он может столкнуться, что называется, лбами с Маркушевским. Я знаю, что на более ранней стадии этого турнира фантастический блеф удался Булату Бекметову, когда при тузе на столе он заблефовал своего противника, у которого были два короля, имея карты вроде 4-6 разномастные, что-то вроде этого, и показал ему эти карты. Так что Булат вполне способен пойти на большой блеф, он не боится рисковать, и, возможно, мы увидим какое-то интересное столкновение между ним и Маркушевским. Ну, надо сказать, что Булат является владельцем покерного клуба в своем родном городе, и, видимо, он насмотрелся покерной игры, ну и сам, наверное, активно играет, поэтому опыта, я думаю, ему хватает. Посмотрим, что будет происходить дальше. К столу приснился Родион Чередниченко, это тоже один из наших сильных игроков. Он был на финальном столе ЕПТ, в каком городе, я не помню. В городе Лондон это было, причем очень интересно для него складывался турнир. После первого дня он был огромным чип-лидером, а вот во второй день практически его стэк не изменился, но такой у него был огромный стэк после первого дня, что он легко перешел в призовую зону. Ну, такой интересный турнир был, это, по-моему, был позапрошлогодний турнир из серии ЕПТ. Тем временем Димитру Гайне, вот так вот, бесстрашный такой вот молодой молдавский сатылитчик, он сделал ререйс 10-7, 10-7 одномастный, кстати, может быть, наши зрители этого не знают, это любимая рука Дэни Ленигриану. Он даже иногда говорит, дайте им два туза, два короля, а мне оставьте мои любимые 10-7 одномастные. И вот, может быть, и у Гайне это любимая рука, иначе достаточно сложно объяснить, почему он решил сделать ререйс. И посмотрите. Вадим Маркушевский пошел в ол-ин, ну и 10-7, безусловно, пошли в пас. Ну вот, ситуация понятная на самом деле, и она легко объяснима. Постоянно атакует Маркушевский, его противники полагают, что это он делает совсем без карты уже, поскольку невозможно же все время сильную карту, и начинают его переставлять. И если именно в этот момент Вадиму заходит сильная рука, он имеет великолепный шанс выиграть огромный банк. Вот мы сейчас это видели, когда он получил ререйс, но поскольку у него на самом деле была карта, он просто двинул ол-ин. Блайнды у нас выросли, 4 тысячи маленькие, 8 тысяч большой, и обязательно антэ, который ставят все игроки, тысячи. Насколько я понимаю, у Виталия Лункина уже небольшой стэк, он очень аккуратно играет, когда у него мало фишек, но вряд ли он может здесь дольше ждать, и имея туза и девятку, он идет ол-ин. Пас, пас. Однако у Вронского туз-дама, и, естественно, он как минимум уравняет эту ставку, а может быть и сам двинет все фишки в центр стола. Ну, просто кол играет Вронский. На большом блайнде ему двигать ол-ин здесь не имеет смысла, тем не менее туз-дама... Далеко впереди туза и девятки, и фактически у Виталия 3 аута. Если не придет девятка, а вот теперь девятка не поможет. Да, сразу пришла дама. Шансов совсем мало, а теперь их уже и вовсе нет. Ну, еще добавок. Контрольный выстрел, это называется. Ну, тут он был не нужен, потому что уже в любом случае Вронский выиграл эту раздачу, а Виталий покидает турнир на 14-м месте. Уже паса не было потом. То есть 20 уже потом паса не было. Что случилось за столом, что вынудил вас покинуть? Ну, перед этим была неудачная, с моей точки зрения, раздача. Я неудачно сыграл. Видел, что большой блайн собирается выбрасывать из баттона на 9-8 пиковых. Дал рейс. Естественно, на ререйс от малого блайда я выкинул карты, но спектр стал слишком мал для игры полноценной. Ей пришлось на ТУЗ-9 идти в Алым, попал на большой блайн в ТУЗ-Даму и быстро закончил турнир. Но тем не менее вы покидаете турнир в рейтинге 14-м с выигрышем 450 тысяч рублей. Я вас поздравляю. Russian Poker Tour продолжается, кульминация. Действительно, все игроки уже в призах. Идет борьба за первый приз. 10,5 миллионов рублей. Огромный призовой фонд впервые в России. Вторую остановку Russian Poker Tour сделает в мае с 11 по 17. И я уверен, призовой фонд московского турнира будет гораздо больше, чем питерского. Да, есть все основания так полагать. Насколько я понимаю, взнос будет в Москве чуть больше, составит 7 тысяч долларов. И таким образом, если соберется также примерно 200 человек, то мы можем приблизиться и к отметке в полтора миллиона долларов призового фонда. Ну, тем временем, пока идет борьба за финальный стол, обычно игрок, который играет в покерные турниры, он ставит перед собой как бы три задачи. Первая задача – это попасть в деньги. Вторая задача – попасть на финальный стол. И, наконец, третья задача – победить. Конечно, куда более, скажем так, важное. Посмотрите, что здесь происходит. Олег Сунцов на маленьком бланде доставляет наш стол. Там колом зашел Белоус. Это игрок из города Мурманск с маленьким стэком. Он хотел пойти all-in, но нарушил правила. Не сразу все фишки задвинул за черту. И в результате получилось, что он сделал кол. И этот кол для него будет смертельным, потому что нац на флопе поймал Сунцов абсолютно лучшую возможную руку с некоторым опозданием. Теперь уже Белоус идет all-in. У него это тоже, в общем-то, флоп неплохой для него подошел. У него пара тузов. Однако у Сунцова абсолютно лучшая возможная рука. И даже не чудо, а скорее суперчудо может здесь спасти Белоуса от вылета из турнира. Но чудо не происходит, и он завершает борьбу на тренинг.